А вы знали, что Казанский федеральный является самым добрым университетом в России? Хорошими делами не хвастаются, но студенты КФУ преобразили лес. Поговорим о политике. Станет ли Каталония независимой? Внести свой вклад в сохранение нашей планеты не так уж и сложно. Главное – иметь большое желание. О том, как сотрудники студенты Казанского федерального университета преобразили лес в Боровом Матюшино, расскажет наш корреспондент Анна Гузунова. Казанский федеральный университет Помочь, сберечь и сохранить природу, а также своими руками сделать окружающий нас мир привлекательнее может абсолютно каждый из нас. С 7 по 16 октября в Татарстане проходит Республиканская природоохранная акция «Неделя леса-2017». К благотворительной акции «Неделя леса-2017» присоединились сотрудники и студенты Казанского федерального университета. Каждый из них принял участие в облагораживании леса и высадил аллеи елочек. Вооружившись лопатами и ведрами саженцами студенты-первокурсники Института экологии и природопользования Казанского университета поспособствовали преображению леса в Боровом Матюшино. Это их первый шаг на пути к экологической деятельности. Экологи всегда принимали участие в подобных акциях. И эта акция, конечно же, не стала исключением. Тем более, что сейчас в университете у нас идет «Неделя добрых дел», и вот хорошей кульминацией завершения этой недели как раз и является вот эта посадка леса. Посадка происходила в три этапа. Сначала с помощью лопаты в земле делалась небольшая трещина. Туда закладывался саженец, и потом он аккуратно приминался землей. Для того, чтобы выбрать лес, который нуждается в посадке елочек и деревьев, необходимо учитывать многое. Полноту леса, состав насаждения, а также возраст деревьев. Данная акция действительно дает большой вклад в озеленение нашей республики. Можно даже сказать, что это является выполнением указа президента по созданию зеленых колец вокруг крупных городов, населенных пунктов. Ну, что мы сегодня и успешно делаем с вами. Подобные акции проводятся два раза в год, весной и осенью, с целью привлечения внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз. Продолжая тему проблем, связанных с природой, речь в нашем следующем сюжете пойдет о причине опасности экологических катаклизмов, которые ежегодно и по несколько раз проявляются в разных точках планеты. Что же ставит под риск жизнь людей на всей Земле, мы расскажем прямо сейчас. Глобальное потепление Глобальное потепление, парниковый эффект, климатические катаклизмы, смертоносные ураганы. Все эти понятия в 21 веке настолько знакомы человеку, что порой кажется, будто можешь написать диссертацию. Однако это большое заблуждение. Наука шагает вперед огромными шагами. И все, что мы знали о глобальном потеплении, устаревает с непреодолимой скоростью. Взять хотя бы парниковый эффект. Даже неисправимый двоечник знает, что вся беда в колоссальных объемах углекислого газа, выделяемого транспортом и предприятиями. И действительно, по последним данным Агентства по охране окружающей среды США, 76% от всего объема глобального выброса парниковых газов приходится на долю углекислого газа. А вот метан 16% идет в этом списке вторым. Казалось бы, разница едва ли не пятикратная. А на деле метан представляет куда большую опасность, чем углекислый газ. Попробуем разобраться. Сегодня понятно, почему это происходило и как это происходило. То есть мы можем взять какие-то отложения древние, того времени, да, и по ним в разных местах Земли, и по ним восстановить. А что было? Сколько было уровень углекислого газа? Проследить весь цикл движения углерода через призму времени очень сложно. Что же касается глобальных отрезков истории развития Земли, то белых пятен тут достаточно много. Заполнить пробелы ученые КФУ попытаются совместно с представителями стратегической академической единицы «Эко-нефть». Мегапрорыв предполагается в переоценке роли метана в изменении климата. Для этого команде ученых предстоит определить вариации содержания метана в древней атмосфере Земли. Как раз мы себе ставим две такие задачи. Первая задача связана с тем, чтобы понять, какова роль метана, выделяющегося из месторождений нефти и газа, на глобальные потепления. Причем эти исследования мы хотим делать не только, предсказывая это влияние сейчас, но мы хотим, так сказать, выстроить такую, как правильно сказать, историческую справку. Кстати, ученые КФУ имеют весьма богатый опыт в реконструкции климатических условий на Земле в далеком прошлом. Научная группа лаборатории палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма уже довольно продолжительное время изучает для этого озерной осадки, как своеобразной летописи развития планеты. Соответственно, зная эмиссию метана в год, мы можем как-то расснуть этот, предсказать увеличение или уменьшение количества этого парникового газа в течение нескольких будущих лет. Определение объемов выбросов метана в атмосферу должно дать ответ на вопрос, как изменится климат в будущем. Но вместе с построением новой модели ученые САЕ «Эко-нефть» преследуют также другие задачи. Разработку технологии оценки зрелости нефтематеринских толщ в пределах бассейна и выявление сладких мест для разведки и дальнейшей разработки нефти и газа. Если сейчас для поиска месторождения чаще всего нужно бурить скважины, то в скором будущем такая необходимость отпадет. Будет достаточно зафиксировать из космоса крупный выброс метана над какой-либо территорией. Причем ученые не исключают, что все это будет происходить в автоматизированном режиме. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Общественный труд помогает человеку почувствовать, что значит быть действительно добрым. Казанский федеральный университет может без страха назвать себя самым добрым университетом России. Подробности узнаете уже сейчас в сюжете Олега Кашина. 6 октября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошло ток-шоу «Горе от добра». Это событие является частью марафона «Добрых дел». Цель марафона – реализация в стенах университета различных акций, посвященных социальной поддержке нуждающихся. В рамках марафона «Добрых дел к фулу» мы провели очень много мероприятий. Самыми яркими из них стала донорская акция, которая прошла у нас 4 октября. Ток-шоу посетили известные спикеры. Инга Бойцова, теле- и радиоведущая. Руслан Шикуров, руководитель проекта «Донор Сёрч». Иляля Бекчентаева, член общественной палаты Республики Татарстан. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз. Власти Каталонии хотят добиться независимости от Испании. Правительство страны активно подавляет протесты и митинги. Подробности в следующем сюжете. В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, не признанный центральными испанскими властями. По утверждению каталонского правительства, за отделение проголосовали 90% участников. И теперь начнется реальная процедура выхода из состава Испании. Можно считать, что конфликт между Каталонией и властями Испании это типичный конфликт между региональными и центральными властями. Можно сказать, что в активную фазу этот конфликт уже уступил где-то в конце 2010 года. Дело в том, что Каталония является одним из богатейших регионов Испании. И около 20% всего бюджета Испании это средства, которые перечисляет Каталония. В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Серьезно пострадали два человека. Одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника национальной полиции и гражданской гвардии. Применение насилия, применение силовых методов, в общем-то, сыграло скорее против центральных властей. Референдум в Каталонии, приведший к насилию автономной области, на несколько дней оказался в центре общественного внимания и в России. На западе Кремля обвиняют в стимулировании каталонского сепаратизма, пытающегося расколоть Испанию. По словам официального представителя МИД Российской Федерации, развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства. Вопреки желанию центра референдум был все-таки проведен, но мы видим, в общем-то, что сейчас невозможно говорить о том, что полностью этот референдум являлся как действительным. То есть, в первую очередь, почему? Потому что есть запрет центральных властей. Если позволить каталонцам объявить независимость, возникает огромная угроза существования Испании. Как государство на выход соберется страна Басков, за ним Валенсия, Галисия, Андалусия, Астурия, те, у кого были свои короли. Компании, которые являются испанскими, и Каталония для них является, в общем-то, рынком сбыта, они тоже, скорее всего, уйдут с этого рынка, и это опять грозит безработице и грозит, в общем-то, экономическим коллапсом для Каталонии. Глава Каталонии готовится сделать заявление независимости. Ровно через две недели такой же референдум от такой же независимости обещают привезти в Венето. Венецианские активисты уверяют, что готовы пройти весь путь до конца. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Ленардо Литьяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях и оставайся с нами на одной волне. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok